Семья Умуралевых осенью прошлого года уехала из участка Талды-Булак, который входит в село Дейрес. В этот раз они приехали забрать оставшиеся там вещи, да и просто присмотреть за деревьями в дворе. Хозяйка дома Кунтуз забирала посуду. Она расстроилась, увидев свой заброшенный и осиротевший дом. Чистой воды нет, дороги плохие, школа далеко, поэтому мы отсюда уехали. А что делать? Никакой помощи. Мы рассказывали депутатам, что живем на границе, через которую проход нам заказан. Бывает, скотина переходит на другую сторону. В таких случаях она там и остается. Даже индюшки наши. Сколько мы потеряли? Узбекистанские солдаты угоняли. Мы решили переехать. Ради детей. А что поделаешь? Будь тут вода, то мы не уезжали бы, потому что это отчий дом, и это важно для детей. Нам тоже было тяжело уезжать. Строить дом в новом месте. Кое-как закончили половину. Остальное надо еще строить. Село Дейрес расположено на границе с Чартакским районом Узбекистана. До районного центра отсюда ехать 80 километров. Но из-за плохих условий людям приходится переезжать. От когда-то небольшого села сейчас здесь остались только стены заброшенных домов. Граница очень близко. Сколько ослов потерял? 13 голов. А вот отсюда идет сель. Большой сель. Все дома заливают водой. Все переехали. Только я остался. Почему вы сюда приехали? Это было советское время. Водовозы подвозили сюда воду. Здесь была кормовая база. Фермерское хозяйство у нас было. Мы там помогали. Хорошая тогда была жизнь. Водовозы постоянно возили воду. Руководство приезжало. А потом вообще перестал кто-либо приезжать. Никому до нас нет дела. Если бы подвозили чистую воду, обратили немного внимания, мы охраняли бы границу. Если бы не мы, они бы давно перешли границу. Когда я переехал сюда в 80-е годы, тут дома строили. Потом люди переселяли сюда. Позже настало больше. Это улица Джетиген. Как говорят сами жители, там стоит 7 домов. Поэтому назвали они ее Джетиген. 5 лет назад начался процесс переселения людей. Сейчас здесь осталось немного. Только вон там, в начале села, остался дом Акыла Джуматаева. Вот если бы нам с водой помогли, то жизнь здесь неплохая. Мы бы не уезжали. Но если бы помогали. Многие уехали, а мы как-то живем здесь. Семья Джуматаевых теперь осталась одна. Они присматривают за границей и селом. Дождь здесь для них праздник. Они собирают воду в любую емкость. Это запас воды на ближайший месяц. Это запас питьевой воды. Вы пьете эту воду? Сколько времени вы ее храните? Это дождевая вода. В 1983 году впервые в это село переселились жители села Тельман. Они работали на кормовой базе трактористами, выращивали на полях табак. После распада Советского Союза жить здесь стало труднее. Не получилось селу получить и статус приграничного района. Мы очень далеко расположены от райцентра. Это почти 80 километров. Рынок в Учкургоне или Казалджаре. Людям стало сложно, и они начали уезжать. Люди устали от проблем. Из-за неуточненной границы, воровства скотина. Сели здесь, ходят постоянно. МТС приезжает, посмотрит, напишет что-то, но результатов нет. Писали, даже до парламента дошли. Но даже статуса приграничной территории не получили. Пять лет назад здесь проживало около 20 семей, а это почти 100 человек. Сейчас здесь осталось жить всего 8 семей. Осенью этого года переезжать планируют еще две семьи. Здесь нет ни медпункта, ни школы. До ближайшей школы 7 километров. Более того, здесь не ловит мобильная связь, не показывают и местные телеканалы.